Приветствую вас. И ощущение брошенности, которое вы испытываете, вот это чувство брошенности, которое вы ощущаете, оно, как правило, родом из детства, вот, к сожалению. И именно там, в детстве, вы приобрели вот это вот ощущение, что вас все бросили, что вас все покинули, что вы никому не нужны и так далее. Понимаете, вот вы пишете, что меня приняли, значит, его друзья и его мама. Вы пишете, что вас приняли. Как-то странно, получается, не находите, что вас вроде бы приняли, но в случае вычеркнули из своей жизни. Я, конечно, не знаю, но обычно, обычно, тех, кого приняли, тех, кого принимают, точнее, да, из жизни не вычеркивают, обычно от вычеркнули. И мне кажется, мне кажется, что вот это, в первую очередь, то, на что вам следует обратить внимание. Как вы выстраиваете отношения с людьми? Как они у вас, эти отношения с людьми, получаются? Как они у вас, эти отношения с людьми, развиваются? На фоне чего они развиваются? На фоне чего они формируются? Что вас с людьми, грубо говоря, объединяет, да? Вот это вот мне видится сейчас очень важным моментом, потому что вы себя чувствуете брошенной, на мой взгляд, именно по той причине, что не ожидали. Вы не ожидали от людей того, как они по отношению к вам поступили. Они взяли и поступили. Ну, тут надо сказать, что и вы поступили по отношению к, ну, в данном случае, вот, мужчине, так, несколько, я бы сказал, сомнительно, то есть, почему-то вы отказывали ему в близости, почему-то вы начали ссориться. То есть, как говорится, то есть, вот это, конечно, то, что, на мой взгляд, надо бы исследовать. Вот, вот, не то, чтобы я считал, что мужчина вправ, вот, не то, чтобы я его поддерживал, но мне кажется, что здесь момент все-таки, ну, такой, достаточно важный для понимания. Вот, ну, 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 мне так, опять же, мне так, опять же, видится, да, что, вот, вы говорите, что начались, там, ссоры, вот, так, а из-за чего ссоры начались? Значит, значит, вы говорите, что, ну, не готовы к близости были. Ну, хорошо, а из-за чего, вот, вы говорите, что грозились, значит, уйти, вот, вы говорите, что грозились уйти от своего мужчины, ну, от своего мужчины. Опять же, возникает все, ну, все тот же вопрос, почему вы грозились от него уйти? То есть, вы же по сути его, если я правильно понял, вы по сути его, ну, манипулировали, манипулировали им. Вы по сути его шантажировали своим уходом, вот, понимаете, какая штука. Я вас на самом деле не обвиняю, я просто хочу, чтобы вы с этим разобрались, ведь в основе лежат ваши чувства, в основе лежит ваш выбор. То есть, это ваш выбор, это ваши решения, и мне кажется, что это нужно, так или иначе, поисследовать, мне кажется, это нужно, так или иначе, с этим, точнее, так или иначе, нужно разобраться, вот. Почему так произошло, почему такая ссория произошла, с вами, вот. Дальше. Так, все было прекрасно, кроме моей неготовности к длинной близости, у меня был еще опыт, он мне на руках насил, поэтому начались ссоры. Ну вот, ссоры вы не раскрываете, они раскрывают, причины ссор вы не раскрываете. Как бы, ссория, то вот, такая вот ссория, и с чего вы ссорили. Я постоянно грозился уйти, опять же, то, что почему постоянно грозился уйти, мы не уходили, вопрос. То есть, опять же, тоже непонятно, как бы, какие вещи, то есть, вы месяц встречались, и уже жили вместе, или как? То есть, это вот, для меня, немножко, тоже непонятно, этот момент. Если так, то, ну, вы здесь, явно спешили, куда-то. Дальше, я пытался помириться без рук, он вернулся к бывшему. Ну, если он вернулся к бывшему, значит, скорее всего, чувства, чувства к бывшему у него и не проходили. Скорее всего, они у него были, эти чувства. Вот, сомпросто, искал повод, вероятно. Так, как мне это всё пережить? Ну, это зависит от того, как вы восприняли данную историю. Это зависит от того, как вы восприняли данную ситуацию. Это зависит от того, как вы себя ощущаете сейчас и почему. Глобально, вот, если смотреть на ситуацию глобально, то, как мне, опять же, кажется, если смотреть на ситуацию глобально, то, я думаю, что вы принимаете, вот, вот, вот всё, да, вы принимаете на свой счёт. То есть глобально, если вот мы говорим прямо глобально, то вы принимаете на свой счёт то, что, вот, произошло с вами, например. И это вас больше всего печалит, что вы на свой счёт это приняли. Хотя, к вам, вот, именно к вам отношение это, скорее всего, ну, не имеет как такового вообще. Парадоксально, но факт. Да, вы просто подвернулись мужчине, да, вы оказались, вероятно, там, в ненужном месте в ненужное время. Но, если у него чувства, действительно, к бывшей были, если он вернулся к бывшей такбищу и оставил ей подарок вас, то это значит, что он, как бы, в рот без колбовины. А вас идеализировал, потому что, ну, опять же, вы говорите, что он наслыл вас на руках, то есть это идеализация. А потом сразу же сказал, что вы, ну, чтобы собрали вещи. То есть, опять же, я не понял, кто собрал, куда это получается, он вас выкнал. Вот, но это уже такая частность, хотя, безусловно, это очень важный вопрос, но прояснить его непонятно. Прояснить его пока не получается. Вот, ну, и, соответственно, люди, которые оборвали связь с вами, они, получается, тоже вами не дорожили, раз они так резко с вами оборвали связь. Вот, и все это было фикс. И вот здесь вопрос, что для вас болезненнее всего? Что вы лишились какого-то социума, остались одна? Что молодой человек ушел? Что он ушел к бывшей? Или что кот, убивший этот подарок? Или что? То есть, вот это нужно выяснить. И вот, просто исследовать это самое болезненное, чтобы вы поняли, в чем ее основная суть. Чтобы вы поняли, из чего она, собственно говоря, состоит. Вот, так примерно. И выпуская эмоции, выражая эмоции, да, возможно, плачая, да, возможно, переживая, вот, вам постепенно будет становиться легче. Ну, и выводы какие-то, конечно, делать тоже, ну, тоже нужно, потому что, ну, я не думаю, что то, что произошло, прямо сейчас является очень неожиданным. То есть, опять же, вы всего лишь вместе встречаете, вас принимают все, потом так же резко от вас отказываются. То есть, ну, знаете, тут, отношения, они все-таки закрепляются временем. То есть, к человеку привыкаешь. Вот. То есть, обратите внимание на то, что вы потеряли. Вот именно работа с тем, что вы потеряли, имеет первостепенное значение. Для того, чтобы вы смогли это пережить. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.